Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 3227, 18 том. Тема мусульманства. Что-нибудь написано в Коране об Иоанне Крестителе? Отвечает Игнатий Тихонович. Похоже, что автор Корана только слышал нечто про Иоанна, а читать не приходилось, потому такие скудные сведения о родителях выдуманные, об Иоанне вообще нет ничего. Коран, 19 сура, 2 яд. Воспоминание о милости Господа твоего рабу, его Закарии. Третий яд. Вот возвал он Господу своему зову тайным. Сказал он, Господи, у меня ослабели мои кости и голова запылалой сединой, а я не был в воззваниях к тебе, Господи, несчастным. И я боюсь близких после меня, а жена моя бесплодна. Дай же мне от тебя наследника. Он наследует мне и наследует роду Якуба, и сделаю его, Господи, угодным. О, Закария, мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого Яхья. Мы не делали ему раньше одноименного. Он сказал, Господи, как будет у меня мальчик и жена моя бесплодна? И дошел я в старости до предела. Сказал он, так сказал твой Господь, это для меня легко, я ведь сотворил тебя раньше, а был ты ничем. Он сказал, Господи, дай мне знамение. Сказал он, знамение для тебя в том, что ты не будешь говорить с людьми три ночи, будучи здоровым. И вышел он к своему народу из алтаря и внушил им, возносите хвалу утром и вечером. О, Яхья, держись в Писании сильно! И даровали мы ему мудрость, когда он был мальчиком, и милосердие от нас и чистоту, и был он богобоязненным, и благим своим родителем, и не был он тираном, а слушником. Мир ему в день, когда он родился, в день, когда умрет, и в день, когда будет воскрешен живым. И вспомнив Писание от Мариам, вот она удалилась от своей семьи вместо восточное, и устроила себе перед ним завесу. Мы отправили к ней нашего духа, и принял он перед ней обличие совершенного человека. Она сказала, Я ищу защиты от тебя у милосердного, если ты богобоязнен. Он сказал, Я только послание Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого. Она сказала, Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я распутницей. Он сказал, Так сказал твой Господь, это для меня легко, и сделаем мы его знамением для людей и нашим милосердием. Дело это решено. И понесла она его и удалилась к ним в далекое место. И привели ее муки к стволу пальмы. И сказала она, О, если бы я умерла раньше этого и была забытую и забвенную. И возвал он к ней из-под нее, Не печалься, Господь твой сделал под тобой ручей. И потряси над собой ствол пальмы, Она уронит тебе свежей спелой. Ешь и пей, и прохлади глаза. А если ты увидишь кого из людей, то скажи, Я дала милостивому обед поста, и не буду говорить сегодня с человеком. Она пришла с ним к своему народу, неся его. Они сказали, О, Малиям, ты совершила дело неслыханное. О, сестра, Харуна, не был отец твой дурным человек, и мать твоя не была распутницей. А она указала на него, они сказали, Как мы можем говорить с тем, кто ребенок в колыбели? Она сказала, Я рапал, он сказал, Я рапалах, он дал мне писание и сделал меня пророком. И сделал меня благословенным, где бы я ни был, И заповедал мне молитву и милостнюю, пока я живу. И благость к моей родительнице, И не сделал меня тираном, несчастным. И мир мне в тот день, когда я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым. Это Иса, сын Мария, по слову истину, в котором он сомневается. Они сомневаются. Не подобает Аллаху брать себе детей, хвала ему. Когда он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему, будь, и оно бывает. И поистине, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же ему, это прямой путь. И разногласят партии среди них. И горе тем, которые неверны от зрелища великого дня. Иса, сын Мариям, это Иисус. Иса, сын Мариям, это Иисус, сын Марии. Яхья, Иоанн, креститель. О роли его в жизни Христа вообще нет ничего. Иоанн 1.33 Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего, пребывающий на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Иоанн, креститель, звал людей ко Христу, Богу, а Магомед всячески высмеивает равенство Христа Отцу. Иоанн 1.29 Но другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Стихотворение Морозом схваченные дикие ронетки, обмяком в кислоту и горечь уменьшают, и даже сладость явится в запретном, короткая, как вспышка, там, где шает. Своя изюминка, определенный смысл, и в старости без страсти остраненность, от мелочного, что сгибало вниз, упреки с фотографией старых пленок. И думай об отъезде, что же взять, успеть раздать, оставить что-то близким, и многократно в день оглядываясь вспять, о многом сокрушаешься, зубами стоны стиснув. Как видно, чаша выпита до дна, лишь капельки на донце и по краю, в них, отражаясь, манит синева, щемит, недужно раскаянием ранит. Переосмыслить Бог сподобил, дал, в достатке время веру в Иисуса, неоценимый и бесценный дар, помог расстаться за старелым грузом. Стою у изгороди западной к закату, плывут в подсветках алых облака, причастник истины, какой же я богатый, общипанный невзгодами слегка. 2006 год. Игнатий Техничелапкин.